добрый день вы на канале вязание тангелина и зимок буквально пару дней назад я показывала как вяжется кокетка таким интересным узором сегодня предлагаю связать росток и объединить все вязание в круг и довязать кофточку или тунечку или это будет без рукавочка есть из теплых ниточек как у меня вяжем 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 и получаем такую красивую тепленькую кофточку без рукавочку кому как нравится из каких ниток если хлопок это может быть топиком тунечкой если полу шерсть это будет вот такой теплой жилеточкой предлагаю посмотреть и связать у нас есть с вами кокетка я и провязала 4 рядочка раппорт узора меня ниточка смыть и осталось где-то вот потому что по все время я начинала вязать от реглана все время потому что мы идем прибавляем и съезжает от угла наш узорчик ниточку мы отрезаем потому что кокетка уже готова теперь нужно ниточку присоединить опять там где реглан либо перейти соединительными столбиками определить какая сторона вам больше нравится где будет перед где будет спинка вот там где будет спинка допустим с угла начинаем вязание начинаем вязание ростка что такое росток это тот же самый узор который у нас есть 4 рядочка я предлагаю связать вот но просто без прибавлений начинаем вязание просто вот в этот столбик смотрите самый первый привязались и нашим узорчиком который у нас уже есть которому все вот который мы вязали мы его знаем так как здесь линия реглана мы прибавим все вот эти узочки будем продолжать вяжем основным узором 4 ряда раппорт узора у нас 4 рядочка и как раз эти четыре рядочка у нас и пойдут точно таким же узора 4 ряда у нас пойдут на росток свяжем 4 рядочка с одной стороны туда и обратно и будем присоединять я провязала 4 ряда нашего узора то есть раппорт узора это 4 рядочка вот я провязала для ростка и теперь уже еще хотел обратить внимание каким образом я вязала именно поворотными рядами в самом начале я всегда начинала со столбика с накидом столбик с накидом столбик с накидом столбик с накидом все остальное мы знаем теперь складываем с нашей кокеткой вот она у нас присоединяем посмотрите чтобы пройма была достаточно не маленькая хорошая то есть нужно тоже померить если вам мало расстояние то перед соединением всегда можно набрать у меня вот хватает я не буду этого делать мы покажу один два три четыре пять шесть например так и только потом шесть это раппорт узора нужно больше цепочку наберите больше и только потом мы начинаем присоединять и вязать по кругу вот можно больше набрать с одной стороны и с другой под проймой и потом соединять моем случае мне не требуется увеличение объема у меня уже объем хороший поэтому я просто-напросто после того как связала росток на спинке я буду соединять вот у меня узорчик здесь столбики и заканчиваем узор со столбиками то есть я соединяю и начинаю вязание узора как мы с вами знаем по кругу мы вязали до 2 воздушные петельки имейте ввиду что в самом начале у нас еще узорчика нет поэтому нам нужно первый рапорт воссоздать наш узор а уже потом будем вязать по узору что значит воссоздать присоединить узор простые столбики превратить наш узорчик который мы с вами уже вязали на протяжении всей кокетки вяжем по кругу уже на ту длину у меня это обычно сантиметров 40 до проймы но в зависимости от желания вяжем провязала я только одну полочку до нашим узором хотела показать как соединяю вот у нас здесь реглан и нам нужно соединить эту точку реглана с другой полочкой то есть я узор продолжаю 2 воздушные петли помните да галочка наши две воздушные петли и теперь вкалывая и в реглан и в вторую полочку соединили нашу пройму вяжем по узору дальше две воздушные петли тут у нас уже узорчик есть мы его просто провязываем а пройму уже соединили и продолжаем дальше вязать по кругу у меня получилось вот такая корточка с небольшим вырезом но через голову хорошо проходит довязала до конца до конца чего пока ниточки не закончились вот примерный расход где-то 250 грамм не получилось на такую вот без рукавочку это пол шесть то есть это тепленькая такая хорошенькая вещица я планирую вязать ее на водолазку носить на водолазку водолазку одели и вот такую красоту сверху темновато я согласна но узорчик то очень хорош в любом цвете будет хорошо смотреться я хотела такое что-то тепленькая не очень ажурная и в то же время красивая я думаю что мне это не эта идея удалась и смотрится хорошо что еще мне нравится что смотрите вот получается рукавчики у нас заканчиваются если вы хотите продолжить рукав все то же самое мы вяжем все наши 4 рядочка вот у нас последний ряд закончился я обвязывать не планирую потому что все красиво аккуратно но если вы хотите довязать рукав начинаем с первого ряда 2 3 4 все точно так же по кругу по пройме набираем и вяжем я думаю это обязательно получится у каждого из вас вот заканчивая вязание я последним вот таким узорчиком обвязку тоже не планирую делать потому что уже все красиво в этой корточки в этом узоре все красиво каждый ряд сам по себе идет как завершающий останется только прогладить постирать и кофточка обновочка наша готова предлагаю посмотреть как кажется эта красота и связать у нас есть с вами кокетка я и провязала 4 рядочка раппорт узора меня ниточка смыть и осталось где-то вот потому что по все время я начинала вязать от реглана все время потому что мы идем прибавляем и съезжает от угла наш узорчик ниточку мы отрезаем потому что кокетка уже готова теперь нужно ниточку присоединить опять там где реглан либо перейти соединительными столбиками определить какая сторона вам больше нравится где будет перед где будет спинка вот там где будет спинка допустим с угла начинаем вязание начинаем вязание ростка что такое росток это тот же самый узор который у нас есть 4 рядочка я предлагаю связать вот но просто без прибавлений начинаем вязание просто вот в этот столбик смотрите самый первый привязались и нашим узорчиком который у нас уже есть который мы все вот который мы вязали мы его знаем так как здесь линия реглана мы прибавим все вот эти узочки будем продолжать вяжем основным узором 4 ряда раппорт узора у нас 4 рядочкой как раз эти четыре рядочка нас и пойдут точно таким же узором 4 ряда у нас пойдут на росток свяжем 4 рядочка с одной стороны туда и обратно и и будем присоединять все тело чтобы вязать одновременно да по кругу